я приветствую вас как видно как слышно давайте обратную связь так вячеслав отлично нормально всех друзья извиняюсь за прошлый прогул вот к сожалению изловил какой-то вирус поэтому несколько жесткой форме болел но друзья тоже бывает прошу прощения нагрузка всех очень очень большая весна так что ну давайте среда так что 7 сегодня у нас 7 марта замечательная дата поэтому 2018 года поэтому традиционно по средам наши с алексеем технико-экономические вебинары по проекту skyway я извиняюсь что буду из редко виде так подкашивать потому что еще все таки не сто процентов восстановился вот но отдыхать и расслабляться некогда потому что проект идет самым самым полным ходом и останавливаться и ослабляться нам нельзя сейчас друзья не на секунду ну давайте по порядку значит вы заметили уже наверно что мы несколько перестали сейчас в том плане как мы делали это почти почти полгода этот отчет до экофеста это не потому что поменялось что-то с проведением экофеста просто более уточнилась дата потому что все таки проект очень сложный очень много факторов которые и как мы ориентировались что это будет первая неделя июля то есть на 7 июля это выпадало с 2008 года мы ориентировочно эту дату вели сейчас уже исходя из того что выходят очертания уже более четкого плана действий который будет на все лето именно у конструкторского беру беру и лично инженера юницкого вот соответственно сейчас дата уже из внешних факторов начинает несколько сдвигаться именно скорее всего это будет либо где-то вторая половина июля либо первые числа августа определиться это друзья точно до первого мая то есть за 90 дней до проведения экофеста обязательно будет названа точная дата чтобы можно было взять билеты можно было заказать гостиницы это нормальный срок 90 дней для для белоруссии мы говорили сразу же друзья так как много сейчас у нас происходит событий которые там и пытаются чем-то обвинить или тем более некорректных действиях друзья сразу приношу свои извинения если кто-то уже взял билеты либо взял забронировал гостиницу понес какие-то затраты и потом эти затраты не сможет перенести дальше на сдвижение билетов либо это то друзья естественно что компания вам капитал вам все это дело компенсирует нельзя поэтому давайте относиться ко всем уважительно и понимая но все-таки толку важно сделать как и которым сейчас делаем как я уже говорил еще раз повторюсь сегодня мы нас вообще весь будет вебинар посвященный многим таким нюансом которые сейчас происходят и скажем так слова слободневным вопросом которые сегодня идут и в проекте skyway и в капитале вот поэтому мы очень много вопросов и дальше когда будет алексей свою часть купать вы можете писать вопросы я буду отвечать уже в завершающей части как как мы это обычно делаем так вот друзья сдвижка происходит исходя из того что skyway участвует нескольких мировых очень крупных транспортных выставках и исходя из того что везде будет продемонстрирована целая большая линейка подвижного состава он перемещается уже даже не то что другие страны а друг на другие континенты и исходя из того сейчас выстраивается логистика для того чтобы на экофесте 2018 было максимально показано для наших партнеров возможности skyway поэтому все образцы которые будут до этого в разных участвовать выставках разных частях света они должны собраться мариной горки и соответственно мы с вами должны увидеть все разнообразие того что сейчас готовится поэтому будет определяться это сейчас и сроками транспортировки образцов с последней выставки который будет перед и соответственно графиком уже непосредственно генерального конструктора и автора проекта юницкого вот поэтому ориентировочно как я уже говорил друзья это конец июля первая неделя августа но точная дата мы с вами точно уже чем и дальше как только будет объявлено будем уже четко считать да ну именно время до экофеста давайте друзья я немножко остановлюсь еще раз о экофесте почему мы так много уделяем внимание почему это событие действительно друзья очень ожидаемое и очень значимое и без преувеличения могу сказать это веха вообще в мировом тренде в мировом концептуальном развитии не только транспорта друзья а в мировом тренде развития вообще всех основных технологических платформ и направлений которые сегодня есть потому что skyway это то что сегодня в себя вбирает все что только возникает передовое науки и техники возникают как мы уже с вами много говорили обсуждали линейный или мотор колесо с очень эффективным большим и кпд и большой отдачей естественно это сразу встает уже в лини байк и юнибус подвижной состав возникают новые материалы которые сегодня необходимы для подвижного состава для корпуса они сегодня применяются возникли углеволокно то есть то что сегодня позволяет делать принципиально новую путевую структуру которой толщиной один мобильный телефон но могут удерживать пролеты то 7 километров без промежуточных опор естественно это уже применяется в проекте skyway это уже проектируется и делается закладываться применяются сегодня появляются новые нанотехнологии которые позволяют делать изолирующие материалы где одна десятая миллиметра это как два метра кирпича то есть это идеальная изоляция теплоизоляция для подвижного состава естественно это уже проектируется в подвижном составе возникают новые бортовые компьютерные системы которые начинают давать новое качество перемещение новое качество организации пространства естественно все это уже проектируется и закладывается в подвижной состав возникают новые пункты мы даже когда на день рождения подарили кресло тоже с определенными задачами что сегодня это ведущая И массажное кресло, которое позволяет восстанавливаться и релаксироваться. И это тоже уже закладывается сегодня, что в каждом юнибайке будет передовое массажное кресло, где человек, перемещаясь, может и получать массаж, и релаксировать, и так далее. То есть это весь комплект. Поэтому все, что сегодня возникает, сегодня сразу же втягивается в технологическую платформу Skyway. И наш подвижной состав, и юнибайки, и юнибусы, и юнилеты, и юнитраки, это все сосредоточение сегодня передовой науки, которая сегодня двигает именно саму транспортную услугу на новый уровень. И как раз, друзья, очень, опять же, вы должны понимать, что что-то, о чем вы увидите на Экофесте, мы будем заранее анонсировать, показывать, чтобы это было ожидаемое событие. Что-то будет абсолютным сюрпризом, абсолютно наукой и по двум причинам. Первое, для того, чтобы вы увидели это первое, и это было право именно акционеров и партнеров Skyway увидеть первое своими глазами, именно передовое направление науки. Ну и второй вопрос, друзья, мы это никогда не будем скидывать со счетов, это конкуренция, это предварительно нельзя показывать, прежде чем это запатентовано, запущено и защищено именно с точки зрения уже нау-хау и оборота интеллектуальной собственности. Поэтому это тоже, друзья, то, что сегодня ждает, но то, что я сейчас могу сказать, что мы с вами действительно увидим в Экофесте, это как минимум четыре новых направления именно концептуального развития транспорта, концептуального развития технологической науки, все, что связано с перемещением. И это принципиальные вещи, которые не показывались никогда нигде. Они не существуют ни в аналогах, ни даже в концептах. И естественно, что и проект Skyway, и компания Skyway, мы являемся острием сегодня технологической науки. И мы сегодня все больше и больше уже позиционируемся именно как инженерная технологическая школа, которая развивает экономику очень многих процессов и проектов, исходя из технологических решений. И в этом плане, когда начинают сравнивать сегодня наши проекты, очень много задают вопросов уже с традиционным, я бы сказал, хотя трудно назвать Hyperloop Илона Маска, но сегодня это не проект не одного Илона Маска, а уже рядом еще целых крупных бизнес-сообществ и крупных бизнесменов, то сегодня мы уже Hyperloop называем как традиционная, то есть привычная система для обсуждения. Хотя, друзья, она еще не показала даже прототипа, она находится в стадии испытания, сегодня в стадии изготовления подвижного состава и форматурной трубы, которую еще пока не создана. Поэтому прототип еще создается. Но при сравнении сегодня этих технологий мы можем сказать, что Skyway готова показать и продемонстрировать уже не то, что прототипы, а действующие промышленные образцы. Сегодня идет разработка уже проектов с применением этих технологий, сегодня идет активное построение уже и бизнес-корпораций, и бизнес-моделей с применением технологий Skyway. Здесь, друзья, как раз вы тоже, наверное, заметили, что у нас резко изменился, ну, где-то начиная с осени прошлого года, с октября-ноября, манера подачи информации и доведения информации. Кто-то стал нас обвинять, что мы что-то стали скрывать, кто-то говорит о том, что сегодня, друзья, отсутствуют новости, чтобы доводить до наших партнеров. Я могу сказать, друзья, ни то, ни другое не соответствует действительности. Сегодня в разных частях света ведется настолько активная работа по запуску адресных проектов, что вы даже не можете себе это представить. И сегодня доведение этой информации, мы находимся сегодня в, скажем так, в такой вилке, в такой ситуации, когда, обладая определенной информацией, ее нельзя доводить и нельзя выпускать в широкое обсуждение. По многим причинам. Во-первых, наши конкуренты не дремлят, и сегодня уже идут часть проектов, которые входят в сферу интересных крупнейших и корпораций, и бизнес-сообществ. Когда технология SkyWay именно за счет своего конкурентного преимущества начинает выдавливать, начинает на себя вытягивать и заказы, и инвестиции. Это, естественно, процесс очень непростой, но это замещение, это уже более разумное замещение. И заказчики, которым эта технология более интересна, но конкуренция начинает переходить уже вне добросовестной формы. И, естественно, что очень мощные игроки сегодня начинают применять определенные шаги для того, чтобы остановить продвижение технологии SkyWay. Вы все относитесь к этому, я думаю, что здесь собираются абсолютно разумные люди, люди, которые болеют за проект, которые понимают логику развития проекта и понимают, о чем мы говорим. Поэтому каждый шаг сейчас надо делать очень осторожно, очень выверенно, очень продуманно. И, соответственно, исходя из требований уже председателя совета директоров и руководителя группы компаний SkyWay, автора самого проекта, он сейчас поставил задачу, что мы должны, друзья, общаясь с вами как с партнерами, общаясь с вами как основной движущей силой сегодня проектом, но, друзья, вы должны понимать сегодня ту задачу, которую решает именно головная компания и менеджмент SkyWay, что нельзя сегодня дать лишнюю информацию, потому что переговоры и проекты, которые сегодня запускаются, настолько серьезные и настолько значимые, что иногда даже упоминания регионов или лиц, которые в нем участвуют, могут повлиять и на развитие тех или иных ситуаций. Поэтому, друзья, я тоже прошу меня простить, я всегда нахожусь в очень такой двоякой ситуации, вы сами видели несколько раз, когда и происходит иногда больно или невольно утечка информации, или когда некоторые вещи анонсируются несколько заранее, которые потом появляются именно как официальные новости подтвержденные. Поэтому, друзья, от себя лично и зная то, что сейчас происходит, друзья, я могу сказать, что проект развивается так активно, как он не развивался никогда. И недалек тот час эти новости мы только услышим от самого Юницкого. Это то, что сегодня происходит. И когда он посчитает нужным донести эту информацию, единственное, друзья, что я на себя возьму смелость и ответственность, потому что я общаюсь с ним очень часто. Вот он только вернулся сейчас в очередной раз из турне по уже Арабским Эмиратам, Индонезии, Индии. Новости, друзья, те, которые сегодня там происходят, они просто ошеломляющие. И давайте просто наберемся немного терпения, когда это можно будет. И более того, сейчас уже понятна логика, как эти новости будут происходить. То есть мы будем не источниками этих новостей. Они будут сначала где-то озвучены и проходить по каким-то официальным каналам, а потом мы уже, друзья, будем комментировать и будем пояснять, что это происходит. Поэтому давайте осталось совсем немного времени, когда мы с вами узнаем о новом этапе движения проекта Skyway. Ну а от себя могу сказать, друзья, это вечная моя, к сожалению, такая ситуация, что я много чего, как говорится, сейчас знаю по мере своей осведомленности работы, но невозможно это говорить. Поэтому считайте, что это некая определенная такая интрига, это некая такая определенная анонс событий, который сегодня происходит. И я могу единственное, что добавить, что, друзья, мы с вами как партнеры проекта Skyway, как те, кто сегодня является основной движущей силой, здесь имеется в виду, что каждый из нас, который сегодня участвует в работе краудинвестинговых платформ, и Skyway Invest Group, и Skyway Capital, и RSV, то есть те, кто сегодня своими руками и своими плечами поддерживает и продвигает проект, мы сегодня все, друзья, сопричастны к тому процессу, который сегодня идет. И сейчас идет процесс, когда уже результаты представляются на суд и на востребование уже заказчикам и серьезным инвесторам, и этот процесс сегодня все больше и больше набирает обороты. Больше, друзья, прошу относиться к этому как угодно, если это кому-то является положительной информацией, относитесь к положительной, наши тролли, как всегда, будут это разносить и показывать, и троллить, и все это предоставлять в негативном свете. Это, друзья, тоже их право, их прерогатива, каждый занимается в этой жизни то, чем желает и то, чем хочет. Мы, друзья, с вами создаем инновационную транспортную коммуникационную систему, мы с вами создаем технологический уклад, как он называется, шестой технологический уклад. Мы делаем следующую технологическую революцию для того, чтобы сегодня жизнь, которая нас окружает, значительно изменилась, значительно стала лучше и приятнее по сравнению с теми, что сегодня мы имеем проблемы, которые нам дает техногенная цивилизация, которая накопилась за последние 300 лет. Сегодня на смену техногенной цивилизации, техногенной, именно развитие приходит экогенно, это то, что мы с вами создаем, основой является именно Skyway, это те технологии, которые сегодня решают ряд проблем, которые нас окружают, и мы с вами, друзья, именно по стечению обстоятельств, по тому бизнесу, который запустил и создал инженер Юницкий, мы с вами все к этому причастны и от каждого из нас зависит это движение и это развитие. Поэтому, друзья, все мы с вами, естественно, с нетерпением ждем запуска первых адресных проектов, когда начнется строиться, когда начнется уже эксплуатироваться, когда начнет приобретать уже именно очертания бизнес-процесса и бизнес-компаний, то, что мы сегодня делаем. Это, друзья, то ожидание, которое изначально было и заложено, и на чем строилась вообще вся концепция развития, начиная с января 2014 года. Исходя из этого, строился и построение конструкторского бюро, и испытательного полигона, который находится в Марьиной горке. И, опять же, друзья, на основной вопрос, который сейчас... Ну, когда же вы нам покажете первый проект? Друзья, я всегда отвечаю, что первый проект уже мы показываем настолько открыто, наверное, как не показывает ни одна компания в мире. Сегодня то, что делается в Экотехнопарке, в Марьиной горке, это и есть, друзья, первый адресный проект, где мы с вами как заказчики, как инвесторы, как партнеры проекта, инвестируя и видя то, что происходит. И здесь, друзья, как раз вы все следите за новостями. Вы видели на этой неделе, буквально вчера или позавчера, вышло очень значимое интервью Жени Петрова, где он брал именно уже со специалистами, занимающиеся сертификацией. И как раз мне понравилась очень важная фраза, когда Женя спросил, ну вот вы с точки зрения профессионала, объясните, почему очень важно получить сертификат соответствия? Он говорит, для вас это Олимп, вы взошли на Олимп и вы показали, что вы обладаете тем, чего ни у кого нет. Но для вас это только начало пути, я дословно цитирую, потому что дальше этот Олимп надо удержать, а это только большая работа, которая будет по применению уже технологий. Поэтому, друзья, этот процесс идет, он тоже закономерен. Вы помните, как мы ждали первых образцов, первых испытаний, потом первых сертификатов, теперь первых адресных проектов. Сегодня все это происходит, все это идет, и каждый из вас может... Ой, слушайте, друзья, я просто периодически тут идет перископ, ну и там, когда совсем безбашенные или отморозки начинают что-то писать, я их просто сразу в черный список удаляю. И вообще я не церемонюсь, когда мне или в скайп, или где-то пишут, предлагают какие-то хайпы участвовать в проектах, или еще, так сказать, выкидываю даже нервы. Потому что сегодня, друзья, время настолько сжато, и тратить время на пустые разговоры, на пустые убеждения, на том, что доказывать, что проект сегодня существует. В этом плане Алексей начал первый применять очень такую методику перед, где-то, по-моему, в октябре этого года, он первый раз это применил. В Челябинске, когда выступал перед партнерами, как раз был первый вопрос по токенизации. И он применил такую формулу. Я не сразу, честно говоря, ее оценил, но сейчас этим активно пользуюсь. Это когда показываются, на начало презентации показываются ролики, испытания и то, что сделано в экотехнопарке, показывается производство, показывается конструкторское бюро. И дальше вопрос, ребята, для кого это ничего не значит, и никто ничего не понял, и дальше задает вопрос, существуют технологии или нет, то я вам рекомендую встать и уйти. Я больше с вами разговаривать не буду, потому что тратить время на то, чтобы доказывать, что вы увидели и вы не верите своим глазам, задачи нет. Идите, если вы идиот или вы по принципу, насколько скептик, что пока вы не потрогаете своими руками или весь мир не скажет, что это существует, вы не будете об этом говорить, значит вы не в той аудитории, вы не с теми людьми. До свидания. Это не неуважение, это не грубая форма, это форма экономии времени, друзья. Самый ценный ресурс, который сегодня есть, друзья, это только время. Потому что сегодня наработки, которые идут, и тот потенциал, который сегодня раскрывается с помощью конструкторского бюро и той инженерной школы, которую Юницкий сейчас все более и более подымает на высокий уровень, то, друзья, потенциал колоссальный. Бизнес возможностей колоссальный. Ресурсы, которые сюда сегодня приходят, они просто колоссальны. Самый главный сегодня ресурс – это только время. И, конечно, друзья, я понимаю, что хотелось бы, чтобы все было быстрее. Я очень много понимаю людей, которые говорят, ну когда, ну когда, мы ждем там, и все люди когда-то чего-то ждут, и вдруг, когда что-то, говорят, смещается на месяц или на два, то оказалось безумный срок, вы нам обещали. Вот самое, друзья, это вот месяц сейчас, который в проекте, у меня буквально через месяц будет юбилей, 18 лет я занимаюсь Skyway, то, как вы понимаете, срок 2 месяца или 3 месяца, это выглядит сегодня просто смешно, когда видишь, как реализуется, как на твоих глазах создаются образцы подвижного состава, испадывается и подтверждается все расчетные характеристики, закладыванные в путевую структуру, как сегодня формируются уже бизнес-модели и бизнес-проекты, которые идут по всему миру, то вот эти вот вопросы, они, конечно, очень абстрактны. Тем более, друзья, что, ну там, кто-то может говорить, что там я в проекте 4 года, вот как может сказать Алексей Суходоев, который появился с самого начала, как только пришел, именно запустился краудинвестинг, я его видел на первой конференции мартовской в 2014 году, как может сказать Андрей Хавратов, еще очень много людей, которые, это так же, как может сказать Виктор Бабурин, который вот уже, наверное, в этом году будет юбилей, почти 10 лет он в проекте. А что можно сказать про Юницкого, который создает это уже полвека? Поэтому, друзья, здесь движки во времени, они все могут быть. Это научный, инновационный, а с точки зрения бизнес-ожидания, это высокорисковый венчурный проект. И когда по срокам, особенно, друзья, очень много сейчас обсуждается по меморандуму, который мы запустили и обозначили в 2014 году, очень многие пришли, и те вопросы, вот, сегодня 11 этап, а по меморандуму 2014 года должен быть уже 15 этап, мы обещали, что в 2014 году выйдем на IPO, а где эти вопросы, понимаете, друзья, 4 года назад, с тем безумным временем, которое сегодня меняется, и то, что происходит, я не знаю, кто мог бы быть тем специалистам и человекам, который мог предвидеть то, что будет 4 года назад и то, что происходит сегодня. И здесь я могу сказать уже, когда я оппонирую такого рода, ну, скажем, там, критикам или, скажем, тем, кто является оппонентом проекта, я показываю, друзья, а вы, если вы внимательно читали меморандум, вы там что, что-то слышали про Unitrack или вы что-то слушали по Unibus или Unibike, этого вообще не закладывалось сегодня в технологии, а это уже выходит на бизнес-проекты, мы уже сегодня делаем проектировки и делаем эти проекты, то есть возникло новое направление, которое изначально даже не предполагалось развиваться, и все остальное движется также в тех реально сроках и графиках, которые идет. И здесь, друзья, не надо забывать, что у нас больше года, почти полтора года по срокам нас откинула Литва, когда мы сделали ставку на именно европейскую страну, на европейское законодательство, начали отводить землю, допустились, столкнулись, я бы сказал, просто с выпьющими, абсурдными вещами по своей сути, и нас откинуло это на более чем на полтора года, поэтому это тоже надо закладывать. Второй момент, очень важный, друзья, тот график финансирования, тот график именно построения масштабности краудинвестинга, мы так и не вышли на расчетные вещи, которые мы закладывали в 2014 году. Это, друзья, не упрек нам с вами, мы с вами делаем то, что мы можем сделать, и то, что мы сделали, это уже очень значимо и колоссально, но те расчетные показатели, которые закладывались для развития технологий, исходя из финансирования, мы ни разу по этому времени не дошли до этих объемов, но тем не менее, друзья, все реализуется, все делается и соблюдается график. И по IPO, которое все ожидали или говорили в 2018 году, друзья, во-первых, IPO такое слово изначально не звучало, звучало именно свободный оборот обязательств, и даже это обязательство, как бы это не сложно было реализовать в сегодняшней ситуации, я думаю, что до конца 2018 года, а реально даже, наверное, во второй половине 2018 года начнется свободный оборот. Это как раз связано с новой абсолютно технологией, которой 4 года назад, наверное, никто не мог не предположить, не увидеть в том, как это будет развиваться, это технология блокчейн, это платформа, которая сегодня именно обобщает инвестиционную составляющую, которая будет оцифровывать и выводить на новый уровень вообще весь бизнес, связанный со Skyway. Друзья, это абсолютно новое, что создано за последние 2 года, но 4 года назад это даже невозможно было предположить. Но тем не менее, друзья, это как раз характеризует проект Skyway, о том, что все, что возникает новое или очень сегодня необходимое и важное в любой сфере, в том числе и с финансовой, и с расчетной, то все это сразу входит в проект Skyway. И так же, как сегодня, токенизация неизбежна вообще всей нашей жизни, оцифровка того, что сегодня идет. Это, друзья, не наше желание, это не наше верение. Это тренд, который сегодня задает цивилизация. Это тренд, который сегодня создал именно цифровые технологии, информационные технологии. Это то, что дал интернет. И естественно, что мы, находясь на острие технологического проекта, прогресса, создавая передовые технологии, мы, естественно, втягиваем и используем все самое передовое. Поэтому, естественно, друзья, не за горами, в то время, когда мы будем самым активным образом и участвовать в рынке, именно криптосообщества и криптовалюты, и использовать блокчейн-технологии для развития проекта Skyway. Это тоже, друзья, все развивается параллельно. Мы об этом много говорили. Еще мы об этом будем говорить. Мы на конец марта, начало апреля готовим уже обучение именно на блокчейне. уже не про блокчейн, а на самой технологии. Об этом мы еще расскажем и будем очень подробно говорить. Это то, что, друзья, активно развивается. Теперь еще очень важный вопрос, связанный с последними событиями, особенно в последних двух недель. Это то, что мы с вами называем дисконтом 1 к 600. И очень много мне буквально сегодня из наших активистов прислали огромную-огромную такую петицию, расклад. И очень много это вызвало, ну, скажем, такую бурю обсуждений и даже нареканий в адрес и совета директоров Skyway Capital и руководства всего проекта Skyway. Здесь, друзья, позвольте мне высказать свою точку зрения и отчасти не согласиться с теми, кто сейчас пытается в негативном свете или считает себя пострадавшим или пытается показать, что какой-то негатив достигнут. Нет, на одном из вебинаров, по-моему, на позапрошлом проучаствовал Мэй, говорили, что мы проанализировали все открытые рассрочки, которые сегодня есть и пришли к анализу. Из анализа стало видно, что почти половина рассрочек, которые открыли наши партнеры, они не поддерживаются. Либо кто-то один-два раза проплатил рассрочку, потом ее бросил, либо просто открыл и не работает. А у нас в наших резервах, в наших расчетах акции зарезервированы под именно эти открытые рассрочки, поэтому здесь надо было просто несколько навести порядок. И мы сделали несколько шагов. Первый шаг мы объявили о том, что до первого марта, по-моему, там сроки, что рассрочки, которые не оплачиваются, если люди их открыли и не платят, то они будут закрываться, и у человека больше такой возможности нет. Больше такой возможности не будет. О том, что как, давайте еще раз, друзья, с вами остановимся на моменте, что такое вообще дисконт, если правильно говорить, и почему сегодня мы выбрали именно такую модель сегодня привлечения партнеров и инвесторов. Дисконт это премия, это венчурная премия, которая сегодня закладывается компанией, исходя из той будущей прибыли, которую она может получать. Почему здесь будущая прибыль, которая может получать? Потому что, друзья, мы венчурный проект, венчур, само по себе венчур это будущее. То, что мы сегодня определяем и показываем, мы делаем для себя посыл о том, что технология Skyway, она востребована, она будет делать очень высоко эффективный бизнес, за счет этого будут получаться очень большие доходы, которые могут распределяться среди тех инвесторов, которые вошли на первой стадии. И поэтому компания изначально, именно Юницкий, как автор проекта, заложил модель, что тот, кто входит на ранней рисковой стадии, он имеет премию, то есть поощрение за риск. То есть он для себя определил по разным причинам. То есть люди, которые к нам партнеры, друзья, которые к нам входили в 2014 году, друзья, когда не было ни конструкторского бюро, ни производственных мощностей, ни полигона, ни заказов, люди рисковали. Это был стопроцентный венчур, но люди верили. Люди верили в саму идею Юницкого, люди верили в него, как в инженера, который может нести и говорит очень нужные и полезные вещи. Они верили нам, как команде, которые могут рассказывать и показывать и основательно говорить, что, друзья, мы в 2000 году строили первые испытательные полигоны, потом проделана огромная работа и мы еще это сделаем. Но, друзья, это был аванс, это была вера в то, что мы это сделаем. Почему я сейчас могу это говорить таким образом? И здесь как раз мне очень приятно и очень серьезно общаться я с Владимира Павлова всегда вспоминаю на всех своих встречах, на всех презентациях. Я говорю, друзья, есть в Таллине такой Владимир Павлов, очень серьезный, очень инженер, очень серьезный бизнесмен, очень серьезный аналитик. Но при первой встрече, друзья, когда мы общались в июле, по-моему, в июле или в сентябре 2014 года, он три часа мне выносил мозги и задавал вопросы. Ну и, соответственно, первый вопрос, а не мошенники, а не авантюристы ли мы? И, соответственно, приходилось очень аргументированно показывая, рассказывая, убеждать о том, что мы собираемся сделать и у нас есть потенциал, есть возможность это сделать. Понимаете, друзья, сегодня, когда мы можем показывать, сегодня идут презентации уже на уровне первых лиц очень серьезных государств в мире, когда Юницкий общается уже на уровне очень-очень серьезных людей мирового масштаба, которые принимают решения уже по уровню мирового развития, соответственно, сегодня это потенциал, что за спиной у нас с вами есть четыре года активной работы, которую мы показываем. И сегодня, когда все презентации начинаются с того, что показываешь, что сделано, дальше начинаешь уже показывать, а вот теперь, друзья, мы показываем, что мы будем делать. И опять идут процесс о будущем, мы показываем, что какие задачи перед собой ставим. Но, друзья, у нас есть сегодня право говорить о том, что то, что мы говорили в 2014 году, мы реализовали. То, что сегодня ставила перед собой команда во главе с инженером Юницким, она реализовала. Естественно, друзья, это горизонт целей, это не конечная цель. Мы дошли до одной цели, переходим дальше. Мы дойдем до следующих целей, которые сегодня ставим, откроется следующий горизонт. Этот процесс, друзья, бесконечный. А дальше, я тут один говорит, ну, а когда вы всю сеть, всю землю опутаете своими струнами, построите весь Skyway, что на этом проект закончится? Он говорит, а что дальше? Мне так смешно стало. Я говорю, друзья, а дальше космос. В прямом смысле космос. Поэтому у нас на сегодняшний момент за шестым технологическим укладом идет седьмой технологический уклад. Поэтому, друзья, у нас горизонтов нет. То есть сам по себе горизонт цели, когда идет планирование по логике горизонта, это значит, подразумевается, что намечается линия, намечается цель, до нее доходим, открывается следующий горизонт. И это как раз самым лучшим образом показывает то, как работает сегодня команда Skyway, как сегодня работает инженерная школа Юницкого. То есть она горизонтов не имеет. Поэтому единственный ресурс, который у нас сегодня ограниченный, есть это время. Соответственно, оно очень сжато и сегодня мы максимально из этого времени живем. Так вот, друзья, по дисконту, который сегодня, тот один к 600 дисконт, который был в 15-м году, это премия за риск, это премия тем людям, которые для себя нашли мужество войти в проект, несмотря на то, что еще был недостроен полигон, не сформировано до конца конструкторское бюро, чтобы все было только-только в начальной стадии, тем не менее, и сегодня компания, и сегодня автор проекта им дает обязательство о том, что они могут вот с таким вот коэффициентом капитализировать свои... Это, друзья, не говорит о том, что венчур закончился. Это венчурный проект нас будет еще какое-то время этот венчурность преследовать, потому что за тем, что мы сегодня секундочку, перископ у нас... Так, секунду, друзья, у меня тут это слетел перископ. Вот так вот. Вот, значит, на премии мы как раз остановились, то есть тот вопрос, что та премия, которая сегодня гарантируется людям, и та венчурность, которая будет еще за нами идти, мы сегодня сняли только вопросы, связанные с инженерной составляющей, о том, что технология есть, она соответствует тем характеристикам, которые изначально заявлены, а дальше переходим в следующую стадию уже применения. Но венчурность еще связана и с конкуренцией, и с политиками, которые сегодня строят, и с инерционностью самого развития, потому что все новое всегда приходится пробиваться, и вся система старого организации и жизни, экономики, укладов, она всегда будет тормозить. И сегодня это, скажем так, с большими усилиями все это преодолевается. И сама логика, друзья, венчурности и премий закладываются таким образом, что небольшие деньги, которые приходили инвестиции в 2014, в 2015, в начале 2016 года, это были очень незначительные инвестиции даже по сегодняшним объемам, не говоря уже о том, что планируется и проектируется на ближайшее время. Так вот, эти небольшие суммы должны приходить под очень, и они приходили под очень высокие дискаунты. То есть, были дискаунты, которые там один к шести тысячам, к пяти тысячам, потом тысяча, то есть, помните, кто изначально, потом вот 600, это очень такая, была очень серьезная программа, потом ввели систему рассрочек, когда человек может для себя планировать и для компании это очень важно. Вот, сегодня, как вы понимаете, эти коэффициенты, эти именно риски за, именно, венчурность, за то, что сегодня, премия за риск, она сегодня значительно снижается. И большие инвестиции, которые сегодня постоянно увеличивающиеся, и сегодня уже начинают вырисовываться очень серьезные инвесторы, уже действительно с большими суммами, они должны приходить на все меньше и меньше и меньше дисконты. Поэтому, это, друзья, логика, и она абсолютно правильная. И когда сегодня нам говорят, давайте мы сейчас сделаем дисконт там один к шестиста или один к тысячу, опять привлечем большое количество людей, это неправильный подход по сути. Поэтому, друзья, еще раз, сам принцип, который закладывался, он не меняться и ни в коем случае не будет. Другое дело, что есть определенные так называемые маркетинговые шаги. То есть, когда мы начинаем привлекать и таким образом стимулировать людей приходить, и для этого вводятся и подарочные акции, то есть, те, кто ходит, и за регистрацией мы вводили определенное поощрение. Это, друзья, то, что стимулирует подход людей. И вот в данном случае мы преследовали две цели. Первая цель, это убрать убрать те рассрочки, которые сегодня открыты и не оплачиваются партнерами, соответственно, стимулировать их, если они хотят или нет. И второе, это как поощрение, как именно уважение к людям, которые пришли к партнерам, которые пришли в 15-16 году в начале, дать им право стимулировать этой рассрочкой, то есть, именно этим по таким высоко, скажем так, к интересным предложениям других партнеров. Но, естественно, что мы подразумевали, что это будет тем людям, с кем вы работаете. И что мы увидели, друзья, это очень показательный момент, тут очень большой анализ, можно из этого сделать, что все разделилось на две абсолютно противоположные вещи, вы сейчас сами поймете и сами сделаете вывод, для и более интересный, какой вывод сегодня из этого следует. что я могу привести пример, допустим, Валерия Гнатюк, да, из Багдетогорска, Валерий Николаевич, который активно работает, активно развивает именно партнерскую сеть, привлекает новых партнеров. Он объявил, что наиболее интересному и наиболее важному партнеру, который сегодня не имеет такой рассрочек, но наиболее активно работает, тогда такая возможность компании будет, то он ее предоставит. И как она пришла, он ее как раз отдал наиболее активному партнеру. То есть это абсолютно закономерно, абсолютно четко, что человек, который работает, он получил еще и дополнительное обращение, дополнительное право. Очень противоположная сторона, как вы, наверное, все в чатах читали, мы столкнулись с тем, что были ряд партнеров, которые решили продать это право. И говорят, ребята, я предлагаю это право продать, кто мне за это заплатит. Это совсем другая сторона. И это две противоположности. И, соответственно, я могу сказать, что мы будем очень жестко пресекать, ну и слава богу, что это очень редко распространенное явление о том, что такое право может продаваться. И третий момент, с которым мы сейчас столкнулись, это тоже, друзья, для меня очень удивительно. Когда партнеры, в общем-то, это рассрочка и это право 1 к 600 был дан только тем, кто уже больше двух лет в проекте, кто понимает ценность обязательств, которые есть, кто понимает информационное поле, который есть, кто понимает, как работать с информацией в личном кабинете. И особенно интересны те вещи, которые говорят, мы не имеем партнеров, кому передать. То есть у нас нет структуры. Я не могу сказать, хорошо это или плохо, но с чем это можно сравнить, друзья? Вы хотите сделать, или у вас есть желание подарить кому-то на Новый год подарок, но у вас нет родственников, нет друзей, нет соседей. И вы говорите, вот у меня есть возможность на Новый год кому-то что-нибудь подарить, но мне некому подарить. Друзья, я такого человека могу только пожалеть. Поэтому, если у вас нет партнеров, которым вы хотите передать такое право, это значит, у вас единомышленников в вашем кругу мало, вы одиноки. Соответственно, вы как партнер для нас очень ценные, очень важные, но вокруг нет у вас единомышленников, нет кого вы приводите, кому доводите эту информацию. И второй вопрос, это опять же, друзья, неприемлемо. И почему мы это ограничили, когда начали использовать этот дисконт 1 к 60, для того, чтобы привлекать новичков. И мне, когда пишут, что вот я договорилась там из Германии, у меня там вот подруга давно не хотел войти, а как я ей предложила 1 к 600 дисконт, она сказала, во, на этот я дисконт войду. А вот 1 к 2 стану, как дисконт, я не буду ходить. Друзья, нам такие партнеры сегодня не нужны. Я сразу вам могу сказать, не нужны, потому что сегодня люди должны входить осознанно. И право, которое мы давали 1 к 600, но сегодня даваться не будет. Потому что, когда вы входили, у вас было одно количество информации для принятия решений, а сегодня людям, которые входят, у них другая информация для принятия решений. И если люди не могут принять, исходя из этой информации, решение, пусть не принимают. Не надо с этими людьми общаться с точки зрения, я не говорю личных общений, с точки зрения проекта Skyway. Если человек то, что сегодня видит, информация, которая ему дана для анализа, не может принять решение, друзья, он никогда не принят решение. Поэтому использовать сегодня 1 к 600 как замануху, как для того, чтобы принять, это неправильно. Мы дали, друзья, еще раз прошу это услышать. Мы дали это право только для тех, кто его заслужил. Чтобы у вас была возможность поощрить, кого вы считаете нужным. Чтобы не мы, как компания, забрали эти рассрочки и дали их кому. У нас всегда есть такое право. Мы можем сейчас объявить и сказать, ребята, дисконт 1 к 10 тысячам. Приходите, и завтра пойдут. Но мы нарушим всю логику, которую мы выстраивали 4 года. Это неправильно, друзья. И сегодня, когда мы говорим, я очень много от уважаемых людей слышу, что вот нас обманули, когда пообещали. Во-первых, никто не обманул, до 15 марта у вас это право. Дарите, кому хотите. Но, еще раз я скажу, мы против того, чтобы это использовать как замануху для того, чтобы привлекать сейчас новичков. Потому что все остальные партнеры, которые не имеют право 1 к 600 рассрочки, они привлекают новых партнеров под другие дисконты. И почему вы всех ставите в неравное положение? Это неправильно. Поэтому, друзья, еще раз, мы это рассматривали и рассматриваем как поощрение и дань уважения, кто взял такое право и получил такое право в 15-16 году. И сегодня не мы стали для себя единолично распределять, а мы предложили вам. Друзья, сами отдайте, кому нужно. Ну и, соответственно, друзья, все, что дальше дебаты в чатах, они показали абсолютно все. Что возникли такие партнеры, как Валерий Головатюк, Головатюк, вот тут фамилия, Валерий Головатюк, который именно свою структуру стимулировал и показывал и дал наиболее достойному, как он считает, это право. И люди, которые пытались или пытаются продать, или которые пытаются привлечь, особенно мне интересно, говорит, я привлек крупного инвестора, но из-за того, что он не увидел и ему не дали расходишку 1 к 600, он отказался входить в компанию. Он сказал, что если вы меняете правила, значит для нас это не... Друзья, я могу сказать это по принципу, знаете, я очень много привожу пример своей бабушке, она была очень мудрой женщиной и она всегда говорила, если невеста уходит к другому, то неизвестно, кому повезло. Поэтому если к нам не приходят сегодня такие партнеры, друзья, я могу сказать слава богу, пускай они идут в другие проекты и с такими настроями, с таким проект, с такими вопросами пускай создают другим командам. Мы, друзья, все-таки создаем команду единомышленников, мы создаем команду тех, кто верит в проект и проект это самое главное. Как вы видите, хоть мы используем много сетевой маркетинг, но мы все-таки отличающиеся резко от всех компаний. Мы прежде всего проект идеологический. У нас есть цель, есть задача и мы к этой задаче идем. И, соответственно, партнеры, которые с нами и идут в этом марафоне, друзья, это очень сложная ситуация. Поверьте, что за время, которое, ну, которое я сейчас в этом уже именно многоуровневом маркетинге, вижу, что очень много приходило талантливых людей, ребят, очень талантливых, которые приходили, но они не могут работать в таком режиме марафона. Им надо быстро пробежать, быстро заработать или не заработать каких-то денег и бежать дальше. Здесь могут работать только люди, которые могут системно анализировать, могут системно выстраивать работу и работа, которая рассчитана и на, соответственно, на года. Вот. Поэтому здесь, друзья, я могу сказать, что цели и задачи, которые мы ставили, как бы там нас не обвиняли или не говорили, это очень хороший положительный опыт. Он показал, соответственно, и настрой, и мне особенно очень понравилось в чатах, что тот человек, который пытался продать это право 1 к 600, потом написал очень интересное письмо и даже попросил прощения из-за того, что он хотел это сделать. Это тоже, друзья, показатель того, как работает. Но, еще раз могу сказать, использование этой заманухи для регистрации новых партнеров, это неправильный по сути посыл. Абсолютно неправильный. И когда ко мне звонят и тем более пишут и пытаются, чтобы я на повлиял и, соответственно, принял какие-то решения, ни в коем случае, друзья, я буду с большим удовольствием общаться и работать с такими партнерами и друзьями, как Валерий Николаевич Головатюк, а те, кто, соответственно, у нас просят или хотят это право каким-то образом использовать для того, чтобы получить сиюминутную выгоду, это, друзья, это не осуждаемый процесс, это может быть и правильно с точки зрения бизнеса, но с точки зрения именно уважения и отношения к тем партнерам, которые сегодня приходят. И здесь Вячеслав абсолютно правильно с ним, когда этот процесс начинался, он тоже абсолютно правильно написал, что я сегодня убеждаю, привлекаю новичков с дисконтом 1,200, а тут же кому-то дается право 1,600, мы не в равных условиях, это абсолютно правильно, но, Вячеслав, я надеюсь, что я донес эту идеологию, сам посыл, что это привилегия, именно привилегия тех, кто зашел раньше и, соответственно, кто может дальше на свой взгляд поощрить одного человека. И опять же, друзья, мы сейчас анализируем, все смотрим и опыт и результат, который прошел, он, я бы сказал, не то, что больше положительный, а он абсолютно положительный. Он выявил очень многие вопросы, он выявил очень многих партнеров, отношения у которых очень разные к проекту, но, в общем, друзья, я могу сказать, что этот процесс прошел очень хорошо и то, что дальше произошло, что мы ограничили этот вопрос, что только по структуре, опять, это относится к тому, что если вокруг вас нет единомышленников, ну, друзья, мне остается за вас только, как сказать, только вам посочувствовать. Это если вы одиноки и не знаете, кому на Новый год что-то подарить, ну, друзья, значит, что-то вы делаете в этой жизни неправильно. Поэтому наиболее, ну, скажем так, у наших активных партнеров, у наших действительно, те, кто работает в проектах, у них всегда есть, люди всегда есть, скажем так, желающие, кому бы они могли передать этот дисконт. Значит, тут у меня задает вопрос, будет ли дальше эта акция проведена на дисконты, которые были 1 к 400, 1 к 500. Друзья, давайте торопиться не будем, мы проведем сейчас весь анализ, посмотрим, после 15 марта, когда мы закроем, вот это сейчас вопрос, опять же, почему 15 марта? Ну, друзья, подарки дарят к 8 марта, мы с вами по 8 марта еще поговорим, про 23 февраля, Новый год, нельзя же дарить подарки целый год. То есть, мы дали реально 3 недели, ну, там, больше 2 недель для того, чтобы этим правом воспользоваться. Если 2 недели вам для этого мало, то хоть сколько после этого, дай времени, вам все равно будет мало. Поэтому, друзья, это абсолютно такое, скажем так, просто оживление нашей жизни. Ну, и самое главное, мы навели порядок и разгребли то, что там у нас почти год висели рассрочки, которые сегодня не двигались, не оплачивались. Сегодня, опять же, друзья, если говорить о том, что рассчитываем, особенно мне, как пишут, что вы потеряли инвестиции, там, компания, там, закрытие корневой, отодвинулась. Друзья, поверьте, что те инвестиции, те объемы, которые сегодня, это настолько незначительные по сравнению с теми объемами, которые идут, что это даже смешно говорить. Здесь на более важно это отношение к людям, это само уважение, которое высказала компания и отношение между самими партнерами. Это, вот, друзья, намного важнее. Ну, вот, друзья, давайте я передаю слово Алексею. Алексей, надеюсь, что у тебя интернет сейчас работает и ты включаешься с компанией. Ну, а дальше вы можете сейчас задавать мне вопросы письменно. Я как раз буквально в конце 5-10 минут отвечу на наиболее вопросы, которые, которые... Так, у спонсоров не осталось рассрочек, а желание есть. Ну, Андрей, тут что я могу сказать? Я опять же говорю, у нас это не стоит задачей сегодня таким образом привлекать, привлекать новичков. Это, друзья, была разовая акция, направленная именно на возможности и предоставление этого права для тех, кто его заслужил. Почему к инвесторам 2014 года нет привилений? Очень есть. Так, Алексей, получится у тебя включиться, нет? Так, давайте мы сейчас... Нет, Алексей, наверное... Потому что он говорил, что у него там с интернетом плохо. Тогда давайте по вопросам. Что с микросрочкой... Так, про СВИК сказать честно не могу. Геннадий пишет, почему к инвесторам 2014 года нет привилегий? Геннадий, здесь я согласиться не могу. Так, а почему звука нет в юрископе? Так, в перископе у всех звука нет или это только у отдельных отдельных членов у нас? Есть в перископе основной звук? Так, перископ пока... Так, нет звука, я не слышно, я не слышно. Так. Так, сейчас слышно в перископе? Так, все слышно, появилось, да? Так, все. Так, выждите... Так, а теперь... Ну да, то есть, видите, друзья, здесь сколько мнений. Единственное, что у меня как бы и такое пожелание и то, что сейчас идет обсуждение в чатах, давайте все-таки по... поуважительнее, по... ну скажем так, по более толерантнее, или я бы сказал, уважение друг к другу, потому что мы все-таки, друзья, несколько другое сообщество, мы отличаемся от других проектов, мы отличаемся от, скажем так, других MLM сообществ, потому что у нас есть цель, у нас есть задачи, у нас есть определенная пошаговая инструкция, как действовать, поэтому мы все-таки другой проект, и это тоже-то же надо сегодня понимать. И чем дальше, это тоже, друзья, как раз очень приятно, когда общаешься сегодня с представителями разных проектов, особенно все, что связано с криптовалютой, то есть с крипто-направлением, то уже не раз слышал такое, что говорят, вы кто, мы говорим, мы Skyway, и сразу, о, Skyway, это, конечно, типа вы уже величина, то есть отношение к нам, как к проекту, как к сообществу, как к команде, то есть можно объявить новость, а потом ее отменить, переиграть. Ну давайте, я тут уже как раз ничего не говорю, у нас никто ничего не переигрывал. Так, про скоростную и следующий этап, пожалуйста. Так, по скоростной, друзья, работы ведутся, не останавливаясь, не на секунду, модуль изготавливается и готовится для демонстрации и на экофесте, и на трансе. Он, скорее всего, после инотранса сразу будет приведен на ходовые испытания. Трасса для скоростных испытаний, она сегодня определяется, где будет строиться. Вот, есть определенные наработки, и как мы уже говорили, есть несколько претендентов того, где будет стоять скоростная трасса, но дальше, как дальше пойдет развитие этого направления, ну там, где будет конкретно, это мы с вами узнаем, я думаю, прямо в ближайшее время. Так, чего я не ответил. Так, про скоростную и следующую. Так, ага, Игорь, про поездку Юницкого в Арабские Эмираты. Ну, Игорь, если вы, наверное, поняли, то я прям пять минут очень подробно и долго рассказывал о том, что Юницкий на прошлой неделе в пятницу вернулся из, ну там не только Арабские Эмираты, там целая поездка была на следующей неделе, на пять командировку, там опять целый ряд стран. И здесь как раз, друзья, из, про все эти командировки и про все эти результаты, я не знаю, как, как я уже отвечал, что зная определенные результаты, я могу сказать, что результаты сногсшибательные. Ответил я на этот вопрос, не ответил на ваш вопрос. Можете еще раз задать вопрос, я, ну, еще, наверное, прокомментирую то, что происходит в Арабских Эмиратах и в Индии. Вот. Игорь, да, то есть, это самое. Отвечу. Больше, я говорю, я уже у вас прощения просил и говорил, что понимать, с пониманием надо относиться к тому, что, говорю, друзья, большего я сказать не могу. Большего может сказать только сам Юницкий. Поэтому, когда он в очередной раз вернется, у нас, я могу сказать, так, по-моему, 9-10 апреля будет очень большая, очень такая важная выставка в Дубае, где будет Skyway выставляться, вот, вести выставку, ну, вообще, саму презентацию будет вести Юницкий, там будет обязательно Паш, там будет Виктор Бабурин и, скорее всего, там одно из направлений, там будем и мы с Алексеем Хадуевым, именно все, то, что связано уже с работой и по совмещению с блокчейном и с крипто-направлением. Во всяком случае, такая проработка есть и если ничего не поменяется, то мы тоже там в это время будем также активно работать, вести переговоры. про Индию совсем мало, что там делается, когда реальность ожидает Федор. То же самое, что могу просто сказать, что Виктор Бабурин фактически каждую неделю, максимум через неделю там бывает, работа идет самым-самым активным образом, когда мы с вами узнаем результаты или когда можно будет что-то объяснить и уже что-то вынести на, скажем так, нашу широкую публику, это, друзья, давайте ждать. Еще, наверное, это время не настало. Очень схожа концепция с более старым проектом Венеры Жака Фрески. Есть ли какая-нибудь связь между этими проектами? Тарас? Ну, я могу сказать, что для нас, конечно, Жак Фрески это, скажем так, большой идеал, это большой пацифист, это наш учитель и я с большим удовольствием вообще следил за проектом Венеры. Вот, директора сегодня, кто работает, и Ирина Волкова, и Лариса Артамонова, ну, она сейчас перешла в другой проект, она вот до Нового года была директором Skyway Capital, это те девушки, которые привозили, по-моему, в 2010 году Жака Фреска в Россию, в Санкт-Петербург, где было, организовывали именно встречу его с бизнесом и были большие такие последователи и я как раз с ними познакомился на предмет того, что, как можно найти точки соприкосновения. Когда мы все просмотрели и увидели, то есть мы все пришли к выводу о том, что проект Skyway, то, что мы сегодня делаем, это намного дальше развитый и технологический, и идеологический проект, чем Венера Жака Фреска. Поэтому то, что мы сегодня делаем, будем так сказать, это уже дальше намного в развитии, что делал Жак Фреска. Жак Фреска это уже и проекты Венера, это уже, скажем, такая история, которую мы перешагнули, идем дальше и развиваем и в том числе те идеи и концепты, которые он закладал. Тайлама дождется нашей дороги обязательно, то есть как раз в ближайшее время опять в Юницком планируются и встречи, и проектировки, там идет все самым активным образом, это все, что касается Тайлама. Так, Камбранов, можно ли решить вопрос с переводом Брунзе? Так, эти все вопросы, это все все вопросы в техподдержке, вот, соответственно, такие вопросы я здесь решать не могу, это давайте в техподдержку будем решать. Все вопросы решаемы, что я вам и гарантирую, и обещаю, что ни один вопрос без ответа и без, соответственно, окончательного решения не останется. Так, реликтовые деревья с корыстой трассы убрали, вопрос решен, но тут Лидия спрашивает, Лидия, скажу по секрету, никаких там реликтовых деревьев вдоль дороги не было и нет, поэтому есть просто определенные заковырки чиновников, которые пытаются найти очередной повод для того, чтобы тормознуть строительство скоростной трассы в Беларуси. Сказать, что все препоны сегодня убраны, пока сказать нельзя. Скажем так, ряд чиновников, я как называю, которые ищут очередную зацепку, чтобы тормознуть строительство скоростной трассы в Беларуси и, к сожалению, есть. Но надеюсь, что как и раньше, так и сейчас все эти вопросы так, техподдержка отказалась решить этот вопрос. Ну ладно, тогда в личку мне в скайп напишите, я посмотрю, что можно сделать. Если что-то можно сделать, это я вот комбаров делаю, тогда что-то попробую, если нет, значит вопрос не решаемый. так, ссылаясь заблокировать пакеты, не заблокировать. Все, давайте, я объяснил, не надо писать сейчас в чате в это самое, что мне в личку и с этим вопросом разберемся. Так, что-то выбивает, так, ну, Людмила Бартина, это у нас технические сборы идут всегда, мы активно сейчас тестируем и готовим переход на голубый вебинар под комнату, вот, хотя вот что-то последние несколько раз вот эти вот и Мирополис стал лучше работать, хотя технически он нас устраивает не совсем. Когда планируется запуск мета-платформы Skyway? Так, ну, мы сейчас, как мы и планировали, мы ее к концу года сделали, заточили, сейчас идет ее тестирование, обкатка, где-то по срокам тут уже наши и партнеры с Эмиратов и с Индией, и сам Антон Бавлович нас очень активно подгоняет. Я думаю, что как в сроке мы укладывались, где-то середина мая, ну, ближе, наверное, к концу мая мы планируем, что она выйдет уже на проектную мощность, то есть оцифровку и запуск уже адресных проектов. Поэтому надеемся, что идет в тех же сроках, хотя, друзья, я думал, Алексей включится, как бы немножко подробнее скажет эту тему. Настолько сложный и такой неординарный вопрос, поусложняющийся, что те вопросы и задачи, которые приходится сейчас решать, друзья, ну, просто, наверное, по соизмеримости такие же, как и решает конструкторское бюро с технической работой. Но то, что получается и то, что идет, друзья, аналогов не имеет. Это действительно создается сейчас уникальная вещь, именно уникальная криптоплатформа с уникальной идеологией, с уникальным расчетным инструментом, ну, как, друзья, наверное, как и все в Skyway. Поэтому мы сейчас тестируем обучение, которое уже идет на самом блокчейне, то есть, это новая Sky School, как мы ее назвали, система, то есть, обучение на блокчейне, мы ее тестируем сейчас на одном из университетов, вот, и я думаю, что до конца марта мы сможем уже начать первое обучение, ну, наверное, сначала для директорского состава, потом для топ-экспертов, для региональных лидеров, а где-то в апреле уже можем выйти на общее обучение и по платформе нашей, именно Skyway, и по блокчейну, в общем, как взаимодействовать и как делать. И еще как раз такая очень интересная сейчас идея родилась, что мы на базе нашего Skyway капитала сделаем ликий такой трастовый фонд, что кто захочет участвовать, захочет участвовать именно в работе криптоплатформы, но не напрямую, сам участвуя во всех волонтильных активах, которые идут, а просто передав управление определенные ресурсы, то мы дадим такую возможность и уже тогда наши специалисты, это как такие специализированные инвестиционные компании, и мы будем давать максимальную доходность, которая на эти инвестиции возможна. То есть это такой аналог некого трастового криптофонда. То есть такие возможности прямо в личном кабинете Skyway капитала мы тоже обязательно предоставим. Ну и также, как мы говорили, уже не раз озвучивалось на предыдущих вебинарах, Алексей говорил, что много задают вопросов, что будут ли привилегии у наших Skyway, которые будут входить в криптору, я могу сказать, друзья, обязательно будут. И не то, что все как раз увязано, так как это единая концепция, то вы всегда будете иметь преференцию и при входе в самые перспективные адресные проекты для всех будет именно для Skyway это право и участвовать в наиболее интересных быстродоходных операциях и соответственно адресных проектах. Мы обязательно все это предусматриваем и делаем и будем давать такую возможность. Поэтому, друзья, та, скажем так, семья Skyway или то сообщество Skyway, которое сейчас собралось и тот, кто вошел, это, друзья, не думайте, что никто об этом не думает или вы будете в каких-то невыгодных отношениях. Те, кто вошел в проект на более ранних условиях, у них всегда, друзья, подчеркиваю, всегда интересные и более перспективные права, чем у всех остальных. И это даже окна, которые мы будем давать для захода и в саму платформу и в адресные проекты, они также будут распределяться и будет отдельное окно для партнеров Skyway, особенно со стажем. И это, друзья, на мой взгляд, абсолютно справедливо и абсолютно правильно. Опять же, ссылаясь на ранее сказанное, более подробно, друзья, я сказать не могу и сейчас говорить не буду. Я говорю пока общие принципы, чтобы не было никаких дальше на этот предмет недосказанностей. Так, Геннадий, что значит траст? Ну, как раз по финансовой грамотности у нас столько сегодня специалистов, которые вам доводят, что такое финансовая грамотность, поэтому, что такое траст, а тем более траст в криптовалюте, я сейчас объяснять не буду. Могу сказать, что такая возможность тенденция вливания инвестиций за первый квартал. Первый квартал, к сожалению, друзья, идет с очень таким серьезным снижением. В общем, по инвестиции по многим причинам связано. Мы сейчас все анализируем, все делаем, все смотрим и предпринимаем пять шагов, потому что сейчас очень такая сложная ситуация, что объем затрат, именно инвестиционный затрат с точки зрения производства, они сейчас растут, и вооружение производства новым оборудованием, и соответственно уже работа, которые ведутся в Экотехнопарке, и подготовка к Экофесту, те работы, которые нам, и уже адресные проекты, это все требует все больше и большего как раз сейчас уже инвестиций отдачи. А с точки зрения общих тенденций, которые сегодня идут, к сожалению, первый квартал дал существенное снижение. Так, вообще еще выборы не прошли, все ждут. Так, не понял, при чем здесь. Так, новый фонд, который вы открываете, как вы будете? Это будет, друзья, не заморачивайтесь на этот привет, это все будет в личном кабинете Skyway Капитала, вот, поэтому все функции, которые будут идти вовне из проекта Skyway, и в крипто-сообщество, и в платформу, и в адресные проекты, они все будут идти из личного кабинета Skyway Капитала. Поэтому на этот предмет, друзья, и обучение все будет идти в кабинете Skyway Капитала, и все предложения, и все это, поэтому привыкайте к тому, что личный кабинет Skyway Капитала, это основной, ваш, скажем, окно в мир Skyway, основной, то, чем вы общаетесь и получаете информацию. Так, уже автоматически участвует во всех адресах проекта? Конечно, участвует. Вот здесь тоже очень требует такого ответа, друзья, когда задают вопрос крипто-направления, токенизации и так далее. Я уже говорил, еще раз просто акцентирую, друзья, это дополнительный инструмент работы Skyway, дополнительный, еще один, который нам открывает сегодня технологическая революция, именно связанная с цифровыми технологиями криптозащиты, программирование, это называется блокчейн. Соответственно, мы используя этот механизм, создаем новые параллельные механизмы, которые будут, на наш взгляд, улучшать и в конце концов ускорять капитализацию интеллектуальной собственности. Поэтому это просто дополнительные инструменты, и если вы захотите в них участвовать, то мы вам такую возможность предоставим. Ну вот, видите, значит ответим. Как свиговцы могут пользоваться этим фондом? Да нет, во-первых, мы вообще не делим свиговцы, капиталы, это разные точки входа, это как дилеры, которые продают Мерседес, то есть как можно сказать, что если вы купили Мерседес у одного дилера, то вам не нравится Мерседес, или вы же купили что-то другое. Нет, свиг это с точки зрения своя команда, своя маркетинговая политика, они действуют своими методами, но цель у нас одна, это Скайвей и развитие. Поэтому платформа, которую мы делаем, она естественно единая для всех, и все, кто сегодня и в Скайвее, и не в Скайвее, могут пользоваться этой платформой. Поэтому, друзья, здесь никаких мы объединяем мир, и у нас как раз вопрос не разъединяться, а только объединяться. Поэтому платформа будет общая для всех. Так, хотя бы приблизительно какую-то стоимость обучения на мета-платформе Скайвей. Значит, друзья, если говорить, вот сколько будет стоить обучение, то могу сказать, что обучение, наверное, будет стоить 0. Но там будут определенные вещи, что это обучение можно будет получить только партнерам в Скайвее, тот, кто выходит из Скайвее, из личного кабинета. И второе, надо купить определенное количество токенов. То есть, понимаете, для того, чтобы научиться делать с ними операции, вам надо их купить, а токены без денег возникать не могут. Поэтому тут стоит вопрос, не сколько стоит обучение, а какое количество токенов вы хотите купить. То есть, если вы хотите купить один за, наверное, одну десятую доллара, то один вам, никто не продаст. Условно, я сейчас трудно сказать, сколько он будет стоить, исходя из конъюнктуры, которая будет устраиваться. Скорее всего, будет предлагаться какой-то пакет, и мы сейчас разрабатываем предложение, скажем такое, чтобы в Капитале был определенный новый пакет, где вы, инвестируя в этот пакет, получаете акции Скайвея, получаете определенное количество токенов, и получаете пакет знаний, которое необходимо для того, чтобы дальше ориентироваться именно в мире блокчейна, и смотреть, как будет работать именно наша платформа Скайвея. Потому что мы больше будем обучать и показывать, что такое наша платформа, зачем она создана, какие у нее перспективы, как это можно использовать для того, чтобы построить на этом бизнес. Это целое такое направление, которое мы будем развивать. Так, ответил я Олег на вопрос, да? Копен инвесторам за акции и за деньги. Значит, ну, Людмил Борисовна, это многие вопросы задаются, что самый такой распространенный вопрос, а можно ли акции поменять на токены сейчас? Сразу могу ответить и смотрите, все эти ответы у нас есть уже многократно. Нет, на сегодняшний момент поменять акции на токены нельзя. Со временем, по мере развития проекта и по мере капитализации, когда будет закрыт вход в корневую и акции начнут растить в цене, вот на этот период, в этот период, скорее всего, акции можно будет менять через биржу на токены. На сегодняшний момент, когда нет свободного оборота акций, мы не можем сделать их конвертацию в токены. И самое главное, друзья, на сегодняшний момент есть и от юридических основ, которые запрещают это делать. поэтому, если мы сейчас ждем новый закон по токенизации, если там будет возможность привязать акции к токенам, то тогда нет проблем. На сегодняшний момент юридически это невозможно, поэтому там будет ряд промежуточных определенных шагов. Так, ну тут опять уже пошли друзья, 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 опять пошли вопросы, связанные с токеном и так далее. Сразу говорю, друзья, будет специальное обучение, мы специально подготовим курс, поэтому сейчас не будем тратить время на это и выходить. Я понимаю, что тема злободневная, всем интересна, но, друзья, наберитесь терпения, все будет, все узнаем. Ну, друзья, давайте на так, открыть рассрочку пальцем, какой подарок вы готовите своей супруге на 8-й Барта. Ну, она у меня большой любитель как бы там спа, и они с дочкой, то есть мы с двумя сновьями будем сидеть дома, а наших девушек отпустим почти на целый день в спа, и они будут заниматься как бы чисто собой. Вот это мой подарок, который мы можем сделать нашим девушкам, моей жене и, соответственно, дочке. Вот. Спасибо за это. То есть, действительно, уже третью неделю пошло, не могу так сказать, как бы это, но, друзья, наверное, переутомляемость. Так, ну, все, тут уже дальше по токенам, по всем вопросам. Ну, все, друзья, давайте, я считаю, что у нас сегодня для среды такой очень плодотворный, очень хороший разговор. Мы, наверное, ответили на все вопросы, постарались во всяком случае ответить на все вопросы, которые сегодня есть, злободневные, и где Юницкий, и что ожидает, и где Эмираты, и что с шестистами, и что и как, и виноваты, и не виноваты, и когда будет платформа. Я думаю, друзья, на все эти вопросы вы сегодня ответы получили. Поэтому, давайте в завершение сегодня мы накануне очень большого, серьезного, хорошего праздника, 8 марта. Вот, я всех наших верных подруг, всех партнерш, я бы так сказал, Skyway, поздравляю с действительно этим праздником весны, действительно с праздником такой радости. Желаю вам прежде всего счастья, личного счастья, семейного счастья, того, чего вы себе хотите, ну и, конечно, наше общего счастья в Skyway, потому что благодаря вам и на многих из вас, я многих уже знаю, лично многих знаю по, соответственно, Skype, который, поэтому, друзья, движемся дальше, ни в коем случае не останавливаемся, мы только-только набираем обороты, не могу, друзья, в конце не сказать, опять, конечно, за это Ратуль Буарович с Виктором Бабуриным будут определенно ругать, что, друзья, если бы я мог рассказать все события, которые сегодня происходят, конечно, это было бы несколько для меня с точки зрения личного очень приятно, но, друзья, поверьте, проект развивается настолько сейчас другими темпами и другими масштабами, что мы просто будем радоваться, когда эти новости на нас будут выходить, поэтому давайте пожелаем тоже и удачи, и здоровья и Надежде Косаревой, нашему генеральному директору, завтра ее праздник, и всем нашим девушкам, которые работают в Skyway, ну и, конечно, тут уже не привязано к 8 марта, просто Юницкому нужна наша поддержка, потому что нагрузка, которую он сегодня несет, и моральное с точки зрения ответственности и физическое по перемещению, которое есть, и с точки зрения именно ведения бизнеса, тех переговоров, которые он сегодня проводит, конечно, это очень и очень важно, и здесь я как раз могу сказать, что, друзья, та база, которую мы создали, она позволяет ему сегодня делать то, на что мы сегодня претендуем то, что делаем. Все, друзья, большое вам спасибо за встречу, за удачу, поэтому давайте строй Skyway, спасай планету, мы объединяем мир. Все, друзья, до новых встреч в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok, Субтитры создавал DimaTorzok, Субтитры создавал DimaTorzok,